Я тут на днях была в магазине, покупала продукты, вижу хлеб, смотрю на дату, а там... Ужас! Четвертый месяц! Это январь, февраль, март, апрель. Уже апрель! Скоро ЕГЭ! ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса. Основные сроки ЕГЭ в России перенесли из-за коронавируса. Hi there, it's Nastia и моя рубрика Handy Hex. Вы же помните мой первый выпуск? Скажите, что я совсем не изменилась. Как вы видите, я снова снимаю дома, как в старые добрые времена. Спасибо карантину. Экипажу укрыться в каюте, задраить все люки. ЕГЭ действительно все ближе и ближе, и этот мандраж испытывают не только ученики, но и мы, учителя. И, как часто это бывает, тревога преподавателей переходит к ученикам и обратно. Короче, vicious cycle. И сейчас мы поговорим о том, как морально подготовиться к этому непростому для всех сторон периоду. Чего точно не нужно делать, это паниковать и пугать своих студентов. Боже, скоро ЕГЭ. Ты вообще понимаешь, что это значит? Ты понимаешь, что все твое будущее зависит от этого момента. Зависит от того, сколько баллов ты наберешь, потому что каждый балл на вес золота. А если ты не наберешь достаточное количество баллов, то знаешь, что с тобой будет? Ты никуда не поступишь и пойдешь в армию. Ты этого хочешь? Ну, меня вообще-то не возьмут. Я девочка. Для учеников это и так самое сложное время. Они знают, что нужно набрать как можно больше баллов и... Бле-бле-бле. Мои ученики в апреле уже настолько устали от всего этого стресса и давления, что они уже ждут, не дождутся, когда же это ЕГЭ наступит и закончится. Но они в 10 классе. Сейчас все силы нужно бросить на повторение и закрепление материала, а также на отработку ЕГЭшных заданий. Меня очень удручает тот факт, что львиную долю занятий нам приходится тратить именно на набивание руки, вместо того, чтобы изучать реальный, живой, настоящий английский язык. Блин, да кто вообще сейчас пишет письма? Ты пишешь письма? А ты? Ты пишешь письма? Я не пишу письма. Но у меня сложилось такое впечатление, что если я этим заниматься не буду, то тогда я как будто бы лишаю своего ученика преимущества среди других выпускников, которые, кстати, эту самую руку набивают ого-го как. Поэтому, чтобы нам было легче, нужно убедиться в том, что ученики помнят о структуре экзамена, о техниках выполнения заданий и также о его требованиях. Важно также им напомнить о стилях речи в письменных заданиях. Моему ученику за это снизили балл. Два балла. Два! Кстати, у нас в SkyTitch есть курс для учителей о том, как подготовить своих студентов к сдаче ЕГЭ. Очень будет полезен репетиторам, которые сами не работают в школе. Там рассказывают о критериях оценивания каждого задания и разбирают частые ошибки учеников. Для тех, кто проходит этот путь впервые, рассказываю, как это было у меня. В день X происходит все примерно так. Ученики идут на письменный экзамен, ну, то есть на первую часть экзамена по английскому. Потом звонят вам и рассказывают, что да как. Сложно или нет. Иногда они паникуют и плачут. Иногда они вспоминают, что совершили наитупейшую ошибку. Я, кстати, на своем экзамене написала daily через Y вместо I. Кстати, хамстер я до сих пор пишу через you. Не могу отучить себя от неправильного написания этого слова. Я предлагаю запретить хомяков, просто чтобы вот их не было. Потом вы их поздравляете с окончанием первого этапа и вместе ждете второго. Потом все это повторяется и вы ждете результатов. Пока они обрабатываются, у учеников будут другие экзамены. Они уже просто хотят, чтобы это все закончилось. Далее, результаты. Вы можете посмотреть и перепроверить их письменную часть. И если вдруг с чем-то не согласны, то ученик имеет право подать на апелляцию. Но, чтобы на нее подать, нужно убедиться в том, что вся работа безукоризненна. Что нигде, никакую ошибку не пропустили. Потому что баллы могут начислить, а могут снять. Моему ученику снизили за стиль. Хотя ошибок я там не нашла и пару баллов можно было бы вернуть. На апелляции, на все его аргументы говорили, ну, нет, здесь все-таки есть ошибка, пойдем дальше. Но я в какой-то момент нашел точный ответ на вопрос, почему. Знаете, какой? Потому что. А дальше была устная часть, которую я проверить не могла. А он там накосячил. А они это все послушали, указали на те ошибки, которые эксперты не зафиксировали. И сказали, что, ну, мы тебе балл не снимаем, это уже хорошо. Не нужно забывать о развлечениях и отдыхе. Иначе можно просто сойти с ума или выгореть. Кстати, посмотрите наш выпуск про эмоциональное выгорание. Нужно обязательно находить время, когда вы не будете думать ни о работе, ни о предстоящих экзаменах. Это просто один из этапов обучения. В реальности он не так страшен. А если вы сами боитесь его как огня, ну, попробуйте сами сдать пробный экзамен. Это можно самостоятельно дома организовать. А теперь я хочу услышать, как вы справляетесь с ЕГЭшным стрессом. Поделитесь своими лайфхаками в комментариях. Спасибо. На этом не все. Надеюсь, видео было для вас полезным. Если да, то ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал SkyTeach и жмите на колокольчик. So, stay tuned and bye. Так, секунду, проверю, пишет или нет. Пишет. Камера пишет. Я теперь блогер в ТикТоке. Я есть, и там у меня блуперсы в ТикТошные. Та-ра-та-ра-та. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!